А, вот это, пожалуйста. Вот здесь все. Брось это все. Мало того, я в Пущине даже организую. Я уже слава богу два завода организовал. Можно я Велиха всегда привезу? Ну и что, приедет Велиха? Скажет, ну вот, очень хорошо. Здорово. Продолжайте в том же духе. Продолжайте работать, ребята. Вас заметят. Вот заставил меня задуматься, что действительно из-за того, что все виды транспорта охвачены, да еще вот генераторами. Это, получается, как вот за двумя зайцами. Поконишься, я давно пойду. Это стенд. Вот генератор. Там через шрус включается генератор. Это же на автомобиль. Он стоит на месте. Вон 5-киловаттник стоит на месте. А сюда метровая рейка, груз вешается. И нагружается генератор через резисторы там мощные. Все. А здесь мотор крепим так же. И раскручиваем. То есть, если там нет, то здесь центр крутится, да? Понять? Здесь все стоит на месте. Крутится вот в центр. И поэтому рейка вот ровно и стоит. Как только мы его раскручиваем и начинаем нагружать генератор, рейка начинает подниматься вместе с весом. Если там 10-килограммовое, это получается 100 ньютон-метров. Ну, один килограмм, 9,8 ньютон-метров. И слава богу, вот это мой генератор. Все купили. Бошинский хороший конденсатор. Все выпрямили очень мощный. Слава богу, до 5-киловатт мы можем здесь. Если больше, это МОИ, Московский энергетический. И хорошая лаборатория в МИРА, Московской радиоэлектроники и автоматики на покрышке. Вот приходят, там берут они очень прилично. Мы 3 мотора там погоняли. Месяца 1,5 года. 12 тысяч долларов нас купили. За 3 мотора. Зато они сертифицированы на лабораторию. И у меня такие спечатаны там авты. И я в Англию приехал. Они говорят, мои, мы знаем. Все нормально. Тем более, что они замерили, все совпало. Не требует объяснений. Объяснений, да. КПД там все. Ну, за это же, за бренд. А прежде чем везти их, вот на своей самоделке мы это испытываем. Мы знаем, что игра стоит свеч. Что вот здорово. Все нормально получилось. Все хорошо. А вот вместо бензинового газа вы не думали использовать? Ну, это ж все равно. В принципе, газ это дешевле. Как-то еще экономичнее. Экономичнее. И экологически почище. По большому счету, просто замените. Ну, то же самое только на... Да, да. Только поставили. Вроде бы как-то сейчас как-то постремятся. Правда, при каком расходе? Да, да. Это не так... Семь лет уже... Вообще не наэкономишь, Анатолий Борисович. Там у газа есть свои проблемы. Баллон тяжелый. Ну, вот стоило нам заявить о том, что у нас есть... Этого не надо было сделать. Варьерно. Почему-то я сейчас покажу потолок. Пишут, что это выдающиеся заблетели. Там у нас ножка. Там все уши заблетели. Потому что стоило бы... Не надо вообще... Тогда мне хвастаться и говорить. Этого лягушку путешествовать. Ну, она... Она закричала. Ну, это да. Вот это я. Вот это да. Анатолий Борисович. И вот мы сделали, я вам сейчас сейчас покажу. Аль-Ей-Лаба. Анатолий Борисович. Загорелась. Я тут же сделал. Сейчас покажу. Без единого электроника у меня. Мотор. Просто включаешь аккумулятор. На аккумулятор никак это Е-Лаба не подействует. Понимаете? И на мотор там электромеханика. Там нет ни одного диода, транзистора. Вот этот велосипед. Я его, дурак, показал. Как загорелись эти военные. Я его Е-Лаба. А у меня А-Ти-Е-Лаба как он называется. У него, значит, здесь должна быть еще одна аккумулятор. У меня пока одного поставили. Никаких здесь нет. Вообще ничего. Только вот потом мы намереваемся вот это перевести на ручку, чтобы раз-два он переключался. У него две скорости, да? Ну, здесь можно расшибиться. Я просто вам продемонстрирую. Сначала, значит, сейчас сюда включаю. Здесь мотор. Один провод через мотор. Это вот, видишь, первая скорость. Это включает вторую скорость. Ни одного микросклему-биода там ничего. Ни лабуга ничего на него. Он несется. Вот у него скорость. Сейчас вот полиция хочет там заказать 10 тысяч штук для дежурства в Санкт-Петербурге и в Москве. В парке там где ты едешь на первой скорости. У тебя там 25-30 градусов. Увидел, что раз и под 70 ты сразу. И тут всего 48 будет. А меньше, чем 20, можно будет скорость? Если выбросить эту анти-лабу, будем поставить вот этот шип. Ну, как на коляске мы стоим. Ну, звали. В Дубайске. Перемь. Перемь, да? Да. То есть здесь нужно поставить уже шилотно-илюстый модулятор, на который уже могут воздействовать. Ну, для полиции это никто на ней не будет направлять. Ну, можно сделать механику оставить же можно просто. Для таких экстренных вариантов. Ну, в смысле, просто отключить электронику. А, ну, да. Это всегда можно. Да, да, да. Здесь же, пожалуйста, как вариант-то. То есть он полностью просто велосипедный. Механический. Вот сейчас мы испытывали, сделали его еще в ноябре. Вот двигачки уже месяцев пять прошло. Это вот заказали, сюда приезжал Патрушев Виктор Платонович, старший брат Николай Платонович Патрушев. Он два раза сюда, обычно, приезжал. Заказали они. Он сам в Петербурге работает на каком-то Шевченко, который, как наш прибыль, Михаил Платонович. Богатенький там все. Они дали денег. Мы сделали этот модуль для грузовиков маленьких в Англии. Почему-то Патрушев с Англией там. Может, ему там интересы в этом бизнесе. Да, да. Может, он хочет заслать туда грузачков. И мы приезжаем, два мажора. Молодые такие. Останавливали. Ребята, даже не пытайтесь там. Они видят, что у нас стенд не наладишь. И так, и доску там поставили. Он дымится там. Идет все. А сейчас мы его замерили. Поехали. Вот Олег Анатольевич у нас в управляющем. А Семен, Семен Иванович у нас, да? Семен Иванович Михаиловский. Он административный директор. Мы с ним поехали, повезли. У нас есть, оказывается, чудо-лаборатория в Химках. Возглавляет некий Руслан. Руслан. Родился на Дальнем Востоке. Он сам Рагистан. Ферми там завоевал. Все. Потом потихоньку и в Москву перебрался. Сейчас у него там другие офисы. Он показал нам вертолет электрический. Он сюда приехал. Затащил меня туда. И вот он два мотора. Вот этот и вот эта линия Семеренко. Замерили. Вот он 100 ньютон-метр при 4-х киловаттах. Ну, Жигули 70 ньютон-метр, ладно, Калинин. При 35-ти киловаттах. Понимаете? А тут вот получается, что он при 4-х киловаттах 48 вольт. И где-то вот там 70-80, получается 4 вольт. В рубеже. Да. Вот. И он сразу, вот я богатенький. Вот я вам, давайте вот на вертолет. Как раз это те обороты, которые нужны. Я даже этого не знал. На вертолете, оказывается, нельзя больше 700 оборотов. И почему вот эти редукторы ставят. Все, чтобы вот эти 700, потому что если вот эта угловая скорость выше скорости звука, то просто он падает. Отрывает, отрывает винт. Разрушение идет. Да. А то, что он начинает просто вот падать и все, при больших падках. Все. А я-то думал, что там где-нибудь 5 тысяч. А то, что там где-нибудь. Только здесь неように. Ну, не знаю. Ладно, не знаю.